Всем привет! Вы смотрите большое обзорное видео по всем доработкам УАЗика. Полная история всего, что улучшалось по мотору, кузову, подвеске. Особый акцент будет на то, что из этого списка стоит внедрять, а что оказалось пустой тратой времени и денег. Как обычно, сожмем несколько лет в 40 минут. Начнем с главного. У нас получилось сделать 100-110 км в час нормальной крейсерской скоростью. Для машины с завода движение по трассе со скоростью 80-90 км в час уже было потолком. Пассажирам теперь не страшна ни жара, ни дождь, ни холод. Есть много других полезных опций. Получился прикольный проходимый аппарат на каждый день с увеличенным ресурсом. Начнем прям по книжке, с двигателя. На пробеге 30 тысяч обнаружил падение компрессии и антифриз в цилиндрах. При том, что машина эксплуатировалась максимально аккуратно. Я не могу утверждать, что так бывает с каждым новым УАЗом, но о похожих случаях мне писали в комментариях. Сняли крышку, распредвалы гуляют. Их удерживают пластиковые полукольца. И они стерлись. Из-за не очень гладкой цепи заметен износ башмаков. Начали снимать головку блока. Она легко открутилась практически от руки. Клапана не прилегали как надо. Отшлифовали поверхность, изменили прилегание клапанов, поменяли пластик на бронзу, взяли гладкую цепь и даже махнули полукольца коленвала, потому что там тоже пластик. Я вывел весь список мероприятий на экран, и ссылка на часовое видео будет в описании. Поставили комплект ГРМ с разрезными звездами, поскольку с завода фазы выставляются в очень широком диапазоне. А здесь есть возможность это сделать очень точно по автоскопу. Поставил механические натяжители с индикаторами износа цепи, вывел из системы масляный радиатор и снял площадку с капризным клапаном. Давление на жаре перестало падать ниже единицы, всегда держится в районе двойки. Появилось место для высокого масляного фильтра с большей площадью шторы. Стало легко прикручивать и откручивать. Да, в первый же месяц после покупки была установлена прошивка Power Edition от известного всем Романа «Мозги Бошевские». Глушитель нашел из нержавейки. Такой до какого-то момента шел на Патриот. Металл более стойкий к агрессивной среде. И все это работает отлично. А если найдете хорошего моториста, можно пойти дальше и сделать из ZMZ 409 ZMZ Pro. Я тогда был ограничен в бюджете и просто привел в порядок то, что было. И учитывайте, что постоянно появляются новинки. Недавно встала на поток разработка Игоря Медведева цельная шестерня промвала. Ключевая деталь, от которой зависит ресурс всего ГРМ. С завода, как вы знаете, идет сборный вариант из двух деталей. Теперь, к счастью, появилась единая деталь. Дальше больше. Сцепление. Вот кадры из архива. Новая машина. Дергается при трогании. На горячую чуть сильнее. Плавно тронуться не получалось. Как не старался. Да и вообще, с какой стати специально стараться? Ни на одной машине такой ерунды не было. Вскрытие показало, что виноват маховик. Он кривоват. Опорный подшипник. Самый дешманский. И из него почти сразу вытекла смазка. И, конечно же, попало на диск сцепления. Да, чуть не испортился первичный вал коробки Даймос. А это чуть ли не самое ценное, что было в Хантере. Потому что теперь ставят только китайские коробки. Отзывы на них почитайте. Удивитесь. По ходу снятия сцепления демонтировал стартер и подтвердил, что там почти не было смазки. На канале есть подробная сага обо всех нюансах аж в трех сериях. Выпустил прошлым летом. Сцепление доведено до идеала. Нашел новый крутой маховик. Минимальное биение по стандартам Хонды. Подобрали более выносливый высокий подшипник. Запрессовал его в маховик. Ровно как надо. Безо всяких там дистанционных колечек. Диск и корзина от Газели Каменс с большим запасом по нагрузке. Корзина отбалансирована вместе с маховиком. С установкой на штифты. Новые подшипники и смазка всех элементов сцепления по мануалу для Volkswagen. Как вы знаете, во все ваговские темы я тоже вникаю. Потому что на Skoda и Volks'ах езжу уже лет 30 как. В процессе выбрасывал болты, клипсы, термоэкраны и даже шланги. Поскольку все это быстро пришло в непотребное состояние. Заменял на лучшее из того, что можно было подобрать. Даже поставил мягкие опоры двигателя от Patriota AKP-P. В итоге трогается машина прекрасно, прям не нарадуясь. Дальше идет коробка DIMOS. Единственное, что сделал, вывел сапун наверх под капот. Из раздатки то же самое, также вывел из мостов. Родные загрязняются, ржавеют, закисают, с функциями не справляются. Раздатка получила новый фланец для установки бесшумного кардана от полноприводной Газели. Прекрасная деталь, вибрации ушли, чтобы облегчить ему жизнь, уменьшил углы, довернув мост кленовыми проставками. При очень короткой колесной базе получился приемлемый угол и пыльники прослужат долго. Еще один способ снизить угол, опустить траверсию раздатку на пару сантиметров, подобрав более длинные болты. Ссылка на видео в описании. И спереди тоже кардан на шрусах. Для сурового бездорожья это не подходит, но машина у меня для грунтовок, гравийных дорог, зимних сугробов, поэтому с карданами все супер. Родные на крестовинах всю душу вымотали. На балансировку я поехал в первую же неделю после покупки. На фото видно количество навешанных грузиков, но радовался я буквально месяц. Однажды из-под днища при сбросе газа началась вот такая музыка. Вскоре причина была найдена. Разбивалось шлицевое заднего кардана. Менял на других производителей, сдавал по гарантии, достало, решил проблему радикально. Да, это не дешевая испанская игрушка, но она того стоила. Сейчас, кстати, появились доступные ремкомплекты этих шрусов, тогда их не было. Мосты. Задний мост. Установлен самоблок, помогает зимой, но если бы я лазил в какую-то грязь, то имело бы смысл взять жесткую блокировку. Главные пары установил 4.11, а вороты на трассе на пятой передаче снизились. Было 2.900, стало 2.600. Машина стала тише и экономичнее. В переднем мосту еще больше улучшений. Мини-хабы. На основе еще советских трещоток умельцы сделали комплект с компактной герметичной крышкой. Специальный ключ для включения-выключения не требуется. С ними никаких проблем. Это самые доступные и при этом, возможно, самые сухие хабы. Внутри только смазка, ни грязи, ни воды. Прикольная штука, я очень доволен этой находкой. До этого была большая эпопея с изменением кастера. Сразу скажу, затея того стоила. Вот еще раз тот же самый фрагмент. С завода машина не держала дорогу вообще. Оцените, какие нужны были подруливания. Но изначально я пошел ложным путем. Решил пересверлить шаровые опоры по шаблону. Стоил он всего 500 рублей, но подвела инструкция, которая умалчивала о куче разных нюансов. Или даже водила в заблуждение. В обычном автосервисе пересверлить на станке не смогли. Сверло водило в сторону, получалось в кривь и в кось. Плюнул, купил готовые пересверленные в профильной мастерской по УАЗам. Но и у них эта процедура прошла настолько хреново, что совпало только два болта из пяти. Не покупайте пересверленные без примерки. Вернул им обратно эти поделки. И купил новые элитные шопки с кастером 8 и каким-то хромо-алмазным покрытием. Это и надо было сделать сразу. Гладкая поверхность очень по делу. Прекрасно очищаются, внутрь грязь не попадает. И свои родные шопки в таком случае можно было не сверлить, не портить, а аккуратно снять и выставить на продажу. Шкворня, шприцуемая на бронзовых вкладышах, вместо пластиковых заводских. Отрегулировали с точностью до 0,2 мм, как по книжке. Поменяли ржавую цапфу, сальники, что-то еще помелче. В общем, вся трансмиссия теперь радует. Очень хороший накат, без лишних звуков и вибраций. И чтобы далеко не отходить в сторону, рулевое. Тут неисчерпаемая тема. На новой машине колоссальный люфт руля, схождение не было выставлено, колеса стояли в растопырку, родные наконечники одноразовые. Рулевой карданчик застучал достаточно быстро. С него и начнем. Мне удалось увеличить его толщину химическим образом. И это сработало. Прибор показал очевидный прирост, да и обратно я его еле засунул. Люфт уменьшился в 4 раза. По поводу схождения и рулевого редуктора. На канале выходило несколько видео, но в итоге я какие-то удалил, как только пришел к правильному решению. Алгоритм такой. Выравниваем колеса и снимаем короткую рулевую тягу. Выставляем схождение. С завода было превышение на 4 мм спереди, а надо на 1,5 мм сзади. Затем ищем положение сошки редуктора с наименьшим люфтом. И тут можно сильно удивиться, поскольку это место не там, где ожидаешь. Руль надо повернуть немного вправо от центра. И когда это положение найдено, а схождение колес выставлено в нужном диапазоне, то может оказаться, что короткую рулевую тягу невозможно будет надеть обратно. Есть видео Юрия Милащенко, где ее даже пришлось подпилить. Мне повезло, длины хватило впритык. Наконечники недавно заменил на усиленные. Параллельно я обнаружил, что мосты стоят... Не параллельно. Каламбурчик получился. 3 мм перекоса. Я сначала не поверил, но быстро нашел подтверждающие записи на форумах. Перемерил еще раз, подложил шайбу и выровнял. Подвеска. Резина в продольных тягах быстро пришла в негодность. Клюшки стояли домиком, замучился подтягивать, поменял на мягкий полиуретан. То же самое с тягой Панара, втулками стабилизатора. Люфтов стало меньше, на трассе машина стала собраннее. Пружины. За воду грузоподъемность избыточная. Сначала поставил шведские, задние от Нивы, усиленные. Обычные Нивские трескаются, полно таких видосов. Получилось мягче, но они длинные и не проседали вообще. А на это был изначальный расчет. Возможно, с лебедкой, силовым бампером было бы нормально. В итоге, для стокового Хантера идеально подошли тоже шведские Лесио Форс, но обычные задние пружины от Нивы 3Д. Никаких усилений. Они прекрасно показали себя, в меру мягкие и крены минимальные. Ссылку кому надо пришлю. Рессоры. Чтобы каждая кочка не долбила в позвоночник, снял трехлистовые и внедрил двухлистовые от Патриота. Глобальная заморочка, потому что они не на резиновых втулках, а на сайленблоках. И потребовались изменения спереди, по центру рессоры и сзади. Пересказывать все не буду, потому что они в любом случае не прижились. Через полтора года начались пробои. Возможно из-за того, что купил бэушные. Но говорят, что новые тоже ходят на Хантерах не больше двух лет. Да, очень круто, мягко, комфортно, но раз в два года надо что-то придумывать с ними. Остановился на следующем варианте. Из родных устаревших хантеровских трехлистовых рессор с закрытыми хомутами и слабыми втулками я сделал современную рессору. Выбил переходные стальные втулки, запрессовал сайленблоки, проложил противоскрепные пластины. Хомуты можно разогнуть, чтобы они не скребли по верхнему листу. Но я купил нижние третьи листы сразу вот с такими открытыми хомутами. Нужно поменять оси рессор спереди и кронштейны с серьгами сзади. Долгая и нудная история. Плюс не на каждом Хантере это получится повторить. Из-за коррозии тупо могут не выйти пальцы рессор. Но у меня машина свежая, вся проантикоренная, поэтому с помощью ступичного ключа я смог элементарно их вытянуть и поставить новые пальцы под сайленблок. Стало однозначно мягче и тише, чем на заводских. Не идеально. Можно было бы, конечно, играться с двухлистовыми, но минусов в итоге будет больше, чем плюсов. Амортизаторы. Сразу выкинул родные, они не справлялись. Подобрал Монро от японских пикапов. Упругий нормальный ход, никаких проблем. Тормоза. Спереди менял диски и колодки, поддерживал в максимально свежем рабочем состоянии. Естественно, менял жидкость. Ручник. Вынужденно перенес на задние колеса. С завода идет конструкция, как у Виллиса. Барабан весом 3 кило висит на заднем фланце раздатки. Было видео, где мы показывали, как из-за особенностей работы дифференциала колесо на уклоне с полоской льда может предательски прокрутиться в обратную сторону. Колесо, стоящее на асфальте, начинает вращаться и машина скатывается. Простые уазовские колодки заменил на колодки с механизмом стояночного тормоза. Это решение внедрили в конце 60-х на ГАЗе, начиная с 24-й Волги. Собственно, Волговский комплект я и взял. Классический рецепт, но я его не рекомендую, потому что тросики нехорошо свисали спереди. Для буйраков не подходит. Со временем обновился стояночный тормоз на Патриотах, и я взял целиком весь набор. Тормоза, тросики и специальные кронштейны под стремянки. Очень здорово все проходит сзади за мостом. Все детали заводские. Круто. Диск из кат-титан плюс шины Yokogama Geolander AT-G12 грязь и снег. Долго выбирал и в целом не ошибся. Вылет ИТ-20, как раз чтобы колеса не выступали из арок. Дороговато вышло, но колея при этом стала на 5 см шире. Добавилось устойчивости и гармоничнее стал внешний вид. Про то, что шло с завода, даже не стоит вспоминать. И, естественно, запаска, точнее докатка. Очень легкая, чтобы меньше расшатывать дверь затка. Подошла от Kia Sorrenta первого поколения. Центральное отверстие немного расширил, а основная разболтовка совпадает, потому что и у Kia, и у Hunter американские корни. Вот такие внедорожники когда-то выпускали в Корее. Докаткой ни разу не воспользовался. Родная запаска лежит в гараже на всякий случай. И сверху блестящий кофр. Такие продаются на Авито. Перед тем, как мы перейдем к кузову и салону, подведу промежуточный итог. Ничего экстраординарного не было сделано. Просто машина по технике приведена к уровню того же автоваза или бюджетной иномарки. Собранная, тихая, динамичная, ресурсная. Без какого-то запредельного тюнинга. Очень часто мне пишут, открой свое ателье, дорабатывай уазики. Друзья мои, я тоже об этом думал, пока не взял в руки калькулятор. Вот этот перечень не очень глобальных доработок, который я озвучил за прошедшие 15 минут, сейчас обойдется в полмиллиона рублей только по запчастям и специальным услугам, вроде балансировки, шлифовки и так далее. И еще полмиллиона надо будет добавить за работу мастеров, менеджера по грамотному подбору и доставке запчастей, а также ведению склада. Но самый затык – это расходы на помещение для ателье. Я-то очень многое делал сам в своем гараже. Если докинуть аренду сервиса с подъемниками, налоги, коммуналку, износ оборудования, набегают серьезные цифры. И математика такая – новый «Хантер» по цене приближается к 2 миллионам. Плюс еще миллион будут стоить – доработки мотора, трансмиссии, подвески. Не думаю, что будет очередь из желающих пригнать свои уазики. Но, может, я ошибаюсь. А во второй части видео распишу доработки по кузову и салону. Там притаились очередные полмиллиона рублей. Стеклоподъемники. Итак, снаружи мы видим опускающиеся стекла. Умельцы смогли это поставить на поток, а завод больше полувека ставит сдвижные форточки с надежным механизмом открывания. Это цитата с сайта, если что. Хорошо, хоть внутри стали приклеивать войлочные дверные карты. Не голый металл, как раньше. Стеклоподъемники – удобнейшая функция. Все четыре двери теперь с цельными стеклами толщиной 4 мм. В салоне стало тише, чище и суше. Можно сделать и с тонировкой, и даже с центральным замком. Кстати, многие не поверили, что его можно внедрить. Вот специально подснял работу актуатора. Со стороны салона – оригинальные дверные карты и мощные ручки. Есть вариант дверных карт под динамики. Задние стекла тоже непростые, они с решетками вытяжной вентиляции. Завод о таких мелочах не подумал, и я чуть было не замахнулся с болгаркой на новый кузов, чтобы сделать сзади прорези. Но, к счастью, энтузиасты у Азавода нашли одно предприятие, где смогли наладить выпуск таких стекол под установку вентиляционного клапана. Если отмотать немного в прошлое, то мы узнаем, что, например, в 21-й Волге вытяжной вентиляции еще не было. Предлагалось открывать окна, чтобы воздух циркулировал по такой схеме. Но в конце 60-х более продвинутую систему реализовали на 24-й модели. Это было настолько прорывным событием для автопрома, что в рекламный фильм даже вставили целый рассказ о вентиляции. Она осуществляется через перфорированную обивку потолка с помощью специальных боковых воздухоотводов. Даже мультик посвятили эффективности вентиляции в Волге. Жигули, Нивы, по сути, европейские машины, для них с 72-го года, начиная с трешки, такая вентиляция – это стандарт. В 75-м году подтянулся и АЗЛК, в 40-м москвиче появилась эффективная вытяжка. Она, само собой, улучшает качество воздуха, позволяет печке работать на меньших оборотах, после дождя быстрее просыхает салон, меньше шансов у коррозии и легче закрываются двери. А в наши дни она нужна для более эффективной работы кондиционера. Да, со второй попытки в УАЗик был установлен кондиционер. В течение года подбирали компоненты от Рено, Маза, Шевроле, Газеля и еще ряда машин. Кандей разрабатывался Григорием, выпускником МАДИ. Многие уже с ним знакомы. Колдовали на базе моего автомобиля и еще нескольких Хантеров. Принципиально выбрали пластик, потому что до этого был опыт с металлическим корпусом. Как видите, он быстро корродирует и течет. В кадре первая неудачная климатическая установка. Я с ней отъездил год и затем демонтировал. А до этого я боролся с протечками заводского чудо-отопителя. Надоело. Гришина система работает отлично. Она максимально простая и эффективная. Смотрите видео 2020 года обо всех наших перипетиях при создании установки. Ссылка в описании. И там же видео про лыжу. Это специальный воздуховод для направления потока на лобовое и боковые стекла. Простая вещь, но, к сожалению, не очень дешевая, потому что очень много ручного труда. Состоит из трех деталей. Достаточно кропотливая работа по врезке продольных дефлекторов. И сами они тоже изготавливаются поштучно, по заявке. Если бы была возможность разместить заказ на тысячу таких изделий, это стоило бы в разы дешевле. По-хорошему, этим должен заниматься производитель автомобиля. Но там дальше вот таких узеньких стальных рассеивателей образца 60-х годов дел не пошло. Но мы внедрили и салонный фильтр, и режим рециркуляции. И еще один маленький штрих. Подача тепла управляется тросиком с места водителя. Казалось бы, мелочь, но больше не надо кланяться в ноги пассажиров, чтобы открыть или закрыть краник включения отопления. Завод это не предусмотрел. Альтернативные комплекты кондиционеров, которые сейчас стоят под 100 тысяч рублей, тоже не всегда имеют такую сложную опцию. И все вместе со стеклоподъемниками, вентиляцией и кондеем. По комфорту вышло на уровень той же Niva Legend или Niva Travel. С той лишь разницей, что Хантер это более крупный внедорожник на раме, и раздатка у него не воет. Да, недавно я узнал, что у многих людей УАЗик это сугубо зимняя машина. Легковая в конце осени ставится в гараж, и оттуда выезжает Хантер или Niva, чтобы с декабря по март прорываться через сугробы или чистить дороги от снега. А в апреле пересаживаться обратно на своей Октаве или Камре. Так что если вам зимой не нужен кондиционер, Григорий пришлет вам просто эффективную герметичную печку в том же корпусе, но без элементов кондиционера. Будет значительно дешевле, и предусмотрено исполнение почти под все УАЗы, начиная с 469-го. Есть дополнительный набор деталей, чтобы все работало как надо. Место водителя. Я поставил новый руль, пухлый и поменьше в диаметре. Гораздо удобнее заводского, как при управлении, так и при посадке в машину. Но имейте в виду, он заслоняет основной спидометр. Поэтому на кожух колонки установлен борт-компьютер, в нем также есть тахометр, и он умеет быстро считывать возможные ошибки. Панель обтянули винилом, потому что с завода она была где-то примята, где-то испорчена клеем, и металл как-то очень быстро затирается. С термовинилом стильно получилось, и его можно спокойно протирать, царапины не остаются. И установил штурманскую подсветку. Под рулем находится управление круиз-контролем и ручным газом. Да, это тоже реально, устройство не такое уж и сложное. Основная цель – дать возможность правой ноге передохнуть на трассе, сменить положение хотя бы на 10-15 минут. Проверено, помогает. Ручной газ использовал для разных настроек двигателя и кондиционера, когда надо удерживать обороты на определенном уровне. Но изначально он предназначен для использования лебедки. Ссылка на видео в описании. Зеркала. Нашел по отзывам такие, которые меньше трясутся на скорости. С тех пор появилось еще несколько вариантов крепких зеркал с отличным обзором. Требуется переходная пластина, но это все уже тоже придумано. Оригинальные дребезжали как припадочные уже при 80, а на 90 вообще складывались. В общем, это феноменальная машина. Возможно, для нее даже появится раздел в книге рекордов Гиннесса. Куча деталей непригодна для повседневной эксплуатации. Место под магнитолу с завода не предусмотрено. Поэтому установил полку и подвел питание для видеорегистратора и камеры заднего вида. Заметьте, полка черная, уже вторая, до этого стояла серая. Но мне с ней не очень повезло. Она была уже чем надо, еле привинтил на место. И со временем изделие порвалось в местах крепления. Черная сделана более точно и качественно. Может просто время прошло, ее доработали. Толще пластик. К сожалению, инструкции к ним не прикладывают. Поэтому вот несколько советов. Во-первых, не тяните ее в сторону. Лучше подберите такие болты, чтобы можно было подложить шайбы. Первая серая полка зимой начала жутко греметь. Мы долго искали источник грохота. Я даже снял ее, подложил под провода мягкие материалы. Не помогло. В конце концов, решил ее полностью разобрать. И в процессе переноса в дом, вдруг из нее выпала шариковая ручка, которая завалилась куда-то внутрь и долбала по мозгам на каждой кочке. Так что сразу закрывайте все эти полости, чтобы туда не залетели ключи, монеты, зажигалки. Кто-то даже запенивает эти дыры. Но можно обойтись и поролоном. Стрелочкой показал место, куда его нужно заложить. И с другой стороны от магнитола то же самое. В-третьих, чтобы не гремели и не терли со пластик сами провода, можно использовать тканевую, ворсистую, так называемую, тихую изоленту. Провел камеру заднего вида. Это тоже второй комплект. Первый с Алиэкспресса откололся через год. В этот раз нашел официальные русифицированные компоненты. Работают несколько лет, чему я очень рад. Все то, за что в иномарках берут ощутимую доплату, оказалось реально воплотительно на нашем внедорожнике. Симпатичная рамка, ничего не заслоняется. Да, у меня на стекле за зеркалом еще и видеорегистратор. И такое разделение гораздо надежнее, чем зеркало 3 в 1, которое брал для Газели. Там просто замучили разные глюки, надо будет менять. Для Хантера два устройства, конечно, стоят дороже, но в итоге всеми компонентами доволен. Отдельный предохранитель для полки, само собой. И возможность быстро обесточить всю сборку одним тумблером тоже надо предусмотреть, чтобы где-то на природе магнитола или видеорегистратор не высадили аккумулятор. И перед установкой очень рекомендую в 4 места крепления козырьков налить от души проникающий масляный антикор для сохранения рамки лобового стекла. Деталь очень уязвимая. Да, поменять, конечно, можно, она съемная. В этом плане автомобиль вообще уникальный. Но, друзья мои, ситуация немного поменялась. Вы посмотрите на цены на все это железное хозяйство. Уже не червонец, как раньше, а тридцатник за некрашенное железо. И кто не в курсе, кузовные мастерские сейчас дико перегружены. Если вы сегодня придете переварить пороги или нижние части дверей, в лучшем случае вас запишут на следующий месяц. Защита кузова. Машина вся целая. Я делал ежегодные обзоры. Использовали шведские и канадские материалы четырех видов. Для скрытых полостей, днища и арок, примыкания металлических листов, а также для снижения шума. Ссылку тоже оставлю, кому надо. Вы могли об этом не догадываться, но хантеры и патриоты с завода идут с неокрашенными колесными арками. Там только грунт. Можно ли их выпускать в таком виде в регионы, где льют тонны реагентов? Я считаю, что нельзя. И на следующий день после покупки отогнал машину на полный антикор. Потом, что называется, вошел во вкус. Мы разобрали крышу и сделали шумоизоляцию с помощью особого антикора на водной основе с эффектом поглощения шума. Толковая вещь прекрасно держится и защищает от коррозии. Под капотом была поролоновая шумка, которая стала отходить уже через полгода. Туда также нанесли шведскую напыляемую шумоизоляцию. Кому интересна тема защиты от коррозии и удобно пригнать машину в Москву, Питер или Казань, пишите на почту, сориентируя по актуальным адресам и скидкам, чтобы не переплачивать. Если вовремя не сделай антикор, кое-какие детали можно спасти. Например, двери. Это другой Хантер, аж 2005 года. Тут либо вваривать рем-вставки, либо менять все четыре нижние половинки дверей. Это потянет тысяч на сто с покраской и снятием установкой. Но недавно родилась новая идея. Вся эта бахрома срезается, и на ее место устанавливается хитрая накладка в форме корыца. Она как бы продолжает родной карман. Проклеивается, герметизируется, прикручивается к целому металлу. Можно с логотипом, можно без. Экономится куча времени и денег. Пока эти штуки не продаются, потому что установить их получается только на снятые двери. Нужно ровно отпилить низ, и при этом не порезать кузов. Требуется точность в разметке, простая инструкция и специальные шаблоны. А все это еще не готово. Но рем-вставку можно внедрить при установке стеклоподъемников. Раньше ржавые двери вообще не принимали в работу. Но теперь, как видите, эта проблема решена. И Роман прислал короткое видео из мастерской, чтобы показать, как все увязано с дверными картами его же разработки, и как все вместе смотрится с другого торца. Так что, если, как говорится, бобры погрызли двери, вот такие штуки сейчас испытываются, не заржавеют никогда. Диван Я месяца два охотился за мягким диваном от ранних хантеров с подголовниками. В современных УАЗиках установлена неудобная кожзам-скамейка без подголовников. Сложная была заморочка. Конфигурация хоть и немного, но отличается. Мы справились. Штатный ремень закреплен на штатное крепление. Диван всех валит. Все супер. Это, кстати, вторая попытка улучшить пассажирские места. Первая была предпринята на совсем новой машине. Установил третий ряд от грузака. Популярный рецепт, в том числе и потому, что открываются интересные грузовые возможности. Трансформация почти как в Хонде элемент. Но сами сидения оказались жестковаты и высоковаты. Только для детей, причем не избалованных. Поэтому, как только сын подрос, решил переделать. К тому же, с появлением Газели, возить грузы на Хантере нет необходимости. Сделал тонировку задней полусферы, установил динамики, обшивка позволяет. В сложных местах заменил родные пистоны на резьбовые. Заводы их заглубили так, что не достать. Они гладкие, плоские, тугие и ломучие. Вытянул их оттуда и половину сразу в помойку. Подобрал резьбовые, многоразовые. Но, к сожалению, из десяти, через год, два я выкрутить не смог. И несколько советов, если захотите перейти. Их надо смазывать силиконовой смазкой перед установкой. Подберите подходящую отвертку, несъеденную, и на всякий случай возьмите этих пистонов с небольшим запасом. Для багажника нашел удобную ручку, тоже от ранних Хантеров. Ну и ясно дело, чехлы, передние с боковой поддержкой, коврики обязательно, и вот такую красную стеганую накидку шила супруга. Электрооборудование. Генератор теперь на 130 А, нужен для кондиционера, так как в салоне появился мощный моторчик для подачи воздуха, а снаружи появился вентилятор конденсора. Недавно установил новый аккумулятор, убедитель всех тестов. Задние фонари теперь дорогущие, герметичные. Не потому, что я собрался нырять на машине в болото, а потому, что они хотя бы нормально сделаны. Родные через пару лет выгорели на солнце, пропадал контакт, начиналась светомузыка. Также откололся противотуманный фонарь и фонарь заднего хода. Доработал начинку, а пластиковые корпуса передних подфарничков были перетянуты с завода и вскоре просто рассыпались, заменил на стальные. Фары родные, но ободки уже давно поменял на новые. Оригинальный стеклоомыватель это просто комедия, а ведь он влияет на безопасность движения. Пришлось все это выкинуть и установить новую систему омывания лобового стекла. Нормальный бачок, моторчик, форсунки, а заодно и фильтр. Сначала поставил крутые восьмиструйные форсунки, но зимой через них не прокачивалась незамерзайка. Идеальный вариант двухструйный Жигулевский. Уплотнитель жёлого моторного отсека, чтобы вода не заливала реле и ОБД разъём. Звуковой сигнал двойной от Волги. Родной гудок быстро пришёл в негодность. Ну и просто пунктирно по остальным заменам заводских деталей. Новый упор капота, нормальные шланги ГУРа, кожух выпускного коллектора, клипсы пыльников-рычагов, клипсы и крепёж подножек и пластика порогов, уплотнители дверей, где возможно поставил более широкие от восьмёрки, но одну дверь отрегулировали очень плотно при установке стеклоподъёмников, там остался родной. Дверные ручки, уже другие, заводские не выдержали и стали осыпаться. Накладка заднего бампера из пластика, причём из такого, который быстро вздувается волной. Ставил вместо него тюнинговую, стеклопластиковую, но это на редкость слабая поделка. К тому же вообще не подходила к железному каркасу, пришлось натягивать и долго изобретать крепёж, а через год она просто порвалась. Взял новую заводскую накладку и придумал, как притянуть её к стальному усилителю бампера, чтобы было поаккуратнее, чем завода. Разные болтики, гаечки, резиночки, скобочки, которые мне не нравились, тоже менял. И на все эти доработки по кузову и салону, от кондея времени и очередные полмиллиона рублей в нынешних ценах. Результат. Как вы поняли, машина с завода не просто сырая, у неё очень скромный ресурс. Удивительно, что тачка в уникальном форм-факторе компактного внедорожника настолько обойдена вниманием. Похоже, что всё давно спущено на тормозах. Я пока готовил это видео, освежил весь список улучшений и понял, что огромная часть проделанной мною работы это возврат на место того, что производитель постепенно убрал по собственной инициативе. Металл вместо пластика в моторе, крепкое сцепление, хабы, торпеда, диван с подголовниками, ручка в багажнике, ковры, стальные подфарники, свет на торпеда. Всё это когда-то шло с завода. Даже капот удерживался газовыми упорами. И мне ещё повезло. У меня машина 127 сил с мозгами Bosch и коробкой DIMOS. С тем, что выпускается сейчас, возможно, хлопот было бы ещё больше. Если бы не цены на иностранные внедорожники и запчасти к ним, то заниматься этими доработками, конечно, не имело бы смысла. Но пока существует такой гигантский зазор по цене, люди типа меня берут новую или свежую машину, вкладывают в неё, в зависимости от пожеланий, и через полгода-год получают харизматичный внедорожник с кондиционером, нормальными окнами и улучшенной ходовой частью. Давайте ещё раз пробежимся по плюсам такой машины. У Хантера феноменальная геометрическая проходимость. 21 сантиметр до нижних точек мостов, 40 сантиметров до рамы, угол въезда 49 градусов, угол рампы 39 градусов, у трёхдверной Нивы 36, у Нивы Тревел всего 28. Сложный рельеф, снегопады, сугробы, глубокие лужи, выбоины, беспощадный дорожный ремонт. Ему всё нипочём. Это самая подходящая машина для внедорожного тюнинга. Камни и ветки шрусам не повредят. А простая рамная конструкция держит большие нагрузки и позволяет сравнительно легко лифтовать кузов и подвеску. Очень практично решён салон. Между передними сидениями есть проход, как в минивене, а задний диван стоит на возвышении над полом. Там можно проложить разные длинные предметы, не стесняя пассажиров. Объём под диваном составляет около 90 литров. В багажник влезает нереальное количество вещей. Если в салоне едет 5 пассажиров, можно ввести более 800 литров багажа массой до 435 килограммов. Кстати, новые «Хантеры» формально уже относятся к грузовикам категории N1G. Мой экземпляр ещё просто легковой. Вовремя урвал. Там вроде большой разницы нет между категориями M1 и N1, но только у грузовых вроде с техосмотрами пожёстче. Если пассажиров всего двое, объём багажника можно увеличить до 2 кубометров, а грузоподъёмность до 660 килограммов. Рессоры есть рессоры. Это беспрецедентные показатели для 4-х метровой машины. Ничего такого с полным приводом больше не выпускается и не продаётся. Модные гаджеты на колёсах так не умеют. Передний мост, понижайка, всё включается нормальным железным рычагом, а не электронными мозгами. Ручной тормоз тоже аналоговый. Тормозные колодки можно менять без компьютера, а на большинстве кроссоверов в наши дни это уже целое дело. По днищам вообще нет никакой электроники, полный привод не может отрыгнуть, как на том же Тигуане, из-за коррозии контактов. Кондиционер тоже максимально простой, как сейчас говорят, включается физической кнопкой на панели. Да, никакой-нибудь химической. А зеркало можно случайно согнуть об дерево и потом отогнуть обратно, без последствий для кошелька. С деталями сейчас стало более-менее нормально, многие магазины наконец вышли на маркетплейсы, доставляют даже до нашей деревни в два клика. Доставка с досок бесплатных объявлений тоже выручают. В общем, как правило, 2-3 дня, максимум недели, и все приходит. На трассе Хантер чувствует себя гораздо увереннее. Да, 110, конечно, не 150, но я вам по секрету скажу, что даже на Тигуане я не езжу быстрее разрешенных 110-130 по нескольким причинам. На скорости растет расход, это понятно. Сложнее предотвратить опасную ситуацию, и об этом подробнее через минуту. Быстро растет утомляемость, это третья причина. И четвертое, сколы от камней. На трассах это просто беда, летят и от встречных, и от попутных, и чем выше скорости, тем сильнее повреждения кузова, фары или стекла. Уникальность. Есть еще один неочевидный козырь в плане стоимости и простоты ремонта. Это разборный кузов, о котором говорил выше. В чем фишка? Я как-то рассказывал о своем давнем детском впечатлении, 80-е годы, ранняя весна. По дороге в школу я проходил мимо такого польского микроавтобуса Ныса, но в тот день он был замотан снаружи старыми одеялами. Я остановился, смог заглянуть в салон и увидел дыру в потолке. На полу лежала огромная льдина. Видимо, с ближайшей кровли слетела гигантская сосулька и проломила крышу. Но это еще не все. Из-за ледяной глыбы погнулись абсолютно все стойки и даже треснуло лобовое стекло. Получается, нарушение геометрии крыши тянет за собой весь кузов. Я не думал, что машины такие непрочные и что крыша является эдаким связующим элементом. Это видео после урагана прислал знакомый. С его слов многие получили компенсации. Вот тут просто ужас. Кузов пойдет на списание. А если это произойдет не в городе и не будет страховки по каске? Вот тогда и пригодится разборная конструкция. Крыша легко снимается и меняется без сварки. Только крути гайки. Нижняя часть, так называемая лодка, стоит даже дешевле, чем новые двигатели СМЗ-409. Тут, конечно, возникает вопрос, насколько все это прочно в случае ДТП. И вот примеры жизни. Всем известно, как опасная авария с выбегающими на дорогу лосями. Столкновение с огромной тушей весом под тонну, как правило, фатально заканчиваться для легковых автомобилей и их пассажиров. Лично видел последствия, там уже не до восстановления машины. Но микроавтобусы и рамные внедорожники ведут себя иначе. На канале выходило видео о ДТП, которое произошло с Хантером моего товарища в Ярославской области. Все по классике. Ночная дорога, вдруг перед машиной появляется лось. Удар по тормозам, Хантер отработал на удивление хорошо, ремонт был быстрым и недорогим. Рама есть рама, остальное прикручивается. Вот такая информация к размышлению. Ссылка на видео лосиный квест в описании. И завершая этот обзор, могу сказать, что подготовить себе такой Хантер вполне реально для езды каждый день, для жары, для зимы, для деревни, дачи, для грунтовок и горных дорог. Оптимально в качестве заготовки искать машину с коробкой Даймос. Катафоризное грунтование пошло с 2014 года. Козова лучше сопротивляются коррозии, чем раньше. Краска металлик тоже хорошо себя показала. Советую подбирать именно такие Хантеры, их еще много на вторичке. Как проявили себя те или иные решения, я рассказал. Смотрите подробные обзоры по каждой теме, если еще не видели. Нужны артикулы запчастей, инструмента, крепежа, антикоров. Хотите узнать актуальные адреса проверенных антикорцентров в Москве, Питере и Казани, какие есть скидки на обработку. Пишите на почту. Как правило, в течение суток отвечаю. Адрес на экране и в закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok